Девушки отдыхают Черная пятница уже стала частью С более 9 тысяч магазинов Миллионов долларов наличными Перейдут из рук в руки Начинают Судя по всему Неизвестная ранее форма гриппа О которой Эксперты пока не могут дать И главным событием В газетах опубликованы неподтвержденные Произошедшая вспышка оспы Многократно отработанный сценарий Вирус оспы Это реальная угроза Что в акционе не платит на всех Никаких оснований для паники Главный город Америки Находится в карантине Козаная зеленая отрава Центральный парк стал местом массовых сохранений Утечки газа Пожары Власть Жители Нью-Йорка умоляют Всем свободным машинам Пожар Оперативное реагирование Либо уже все мертвы Либо Справляются с ситуацией С нами как с животными К такому мы совсем не были готовы Ночь света Теша Больно видеть, как гибнет все то, что тебе дорого Как все рушится Людские страдания всегда кажутся чем-то далеким Чужая трагедия в чужой стране И только когда беда приходит в твой город В твой дом Понимаешь, как хрупок наш мир Наше счастье Наша жизнь Энджи, доченька Давай примем лекарства Энджи, будь умницей Энджи Нет Энджи Нет Пожалуйста Я люблю тебя, Маркус Прошу тебя, Сара Сара Когда пришла беда Когда все это случилось Наш мир выхнул Воцарился упадок Всем завладели гнев Страх Стремление выжить любой ценой Прости меня, Сара Я больше не могу Постараюсь 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 Где он, сынок? И страшная правда в том, что никто не замечал, никто не видел, не хотел видеть. Хана тебе. Трагедия незрима. Люди отворачиваются, бегут от нее, что есть сил. Тяжело осознавать, что твое место здесь. Что ты должен смотреть на эту боль. Но кто-то обязан это сделать. Протянуть руку помощи. Дать отпор. Вернуть миру надежду. Надежду. Для всех нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Но когда нас вызовут, мы обязаны бросить все. Мы это... Спецотряд. Мы рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромчики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фейлау, спецотряд. Нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы, это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицу в поле боя. И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали. А теперь извини, лейтенант. Ну так вот, офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. КОНЕЦ 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 Вон там, вон за тем зданием есть бар. Там лучший виски Сауэр в Манхэттене. Если освободим город, угощу тебя выпивкой. То есть, когда освободим. А? Вот и вертолет. Там должны быть остальные наши. Наконец-то, даже не верится. Пошли! А! Черт! Нога! А! Эй! Потерпи! Ну вот и все! Вставай! Слушай, все с тобой нормально. По сравнению со мной тебя и не задело. Черт! Командир погиб во время взрыва. Но есть задание. И мы его выполним только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по борту! Я все выяснила про первую волну! Кто погиб, кто пропал без вести! Остались только мы! Поэтому надо взять себя в руки! Выбора нет! ОТГ-6-8 диспетчерская. Вижу Хадсон. Да, два агента спецотряда на борту. Это их вертолет рванул. ОТГ-6-8 захожу на посадку. Обычно, чтобы понять, можно ли рассчитывать на человека, нужно время. Но времени нет. Так что я... Ставлю на тебя! С прибытием в Хадсон-Пирск! Только не знаю, на что вы рассчитываете! За воротами идет настоящая война! Кто тут командир? Капитан Бенитес! Он руководил эвакуацией Мэдисон-Склэр-Гарден. Но утром связь не пропала. Если до завтра он не проявится, уходим! Никто никуда не уйдет! Мы вернем себе город! Так, бери снаряжение! Будем на связи! Желаю удачи! До свидания! Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем им город. У нашей базы есть потенциал, но в данный момент она черт знает на что похожа. Чтобы привести ее в порядок, нам понадобится толковый персонал. В частности, врачи. В полевом госпитале в Мэдисон-Склэр-Гарден есть вирусолог. Но тот район кишит бандитами. С ней мы сможем организовать работу медблока. Без нее! Командир ОТГ Бенитос сейчас в поле, и с ним нет связи. Верни его. Пусть займется силовым блоком базы. К тому же, я надеюсь, это повысит боевой дух ребят. Еще нам нужно электричество. Будет энергия, будет и нормальная разведка. У них был свой техник, но, видимо, с ним что-то случилось. Не найдем его, останемся без света. Эй! Плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала об оперативной работе. Я готовилась к этому всю свою жизнь, но... Но я не так себе все представляла. У нас ведь не должно быть привязанностей, да? Чтобы они не мешали взять и все бросить. Я так и сделала. Не помогло. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его отобьем. Давайте-ка... Да, ладно. Ладно. Вся надежда на нас. Нельзя их подвести. Нельзя их подвести. Нельзя их подвести. Какие гости. Этот гарден был просто адом. Я, конечно, и раньше работала в сложных условиях, но... Да уж. Тут, конечно, не храм на оке. Приборов нет. Персонала нет. За дверью толпа пациентов. Так не пойдет. Мы делаем, что можем, доктор Кэндл. Если вдруг у вас есть предложение, поделитесь. Да знаю, знаю. Дареному коню и все такое. Но я же должна понять, откуда этот вирус взялся и как его убить. У нас есть зацепка. В ЦРС считают, что тут замешан некто доктор Гордон Амхерст. Боже, этот урод. Я как-то видела его выступление. Там такое началось, но... Но если он причастен, надо его найти. И если еще что найдете, дневники, ноутбуки, близких друзей, тоже сообщите. Плюс мне нужны живые образцы и антитела. Работы вам хватит. А вы? А я буду... Спасать жизни. Теперь извините, мне пора. Образцы оригинального патогена «Зеленая трава», взятые с купюр, использовавшихся для первоначального заражения, позволили нам детальнее изучить базовый геном. Я обнаружила прямые свидетельства того, что вирус создан искусственно. Генетический материал полудюжины других патогенов. Их внедрили, чтобы повысить убойную силу вируса. Одна из самых опасных черт вируса – способность к адаптации. Он быстро мутирует, и антителам с ним сложно справиться. В образцах, взятых у людей из депо, зеленая трава уже демонстрирует генетический сдвиг. Причем значительный. То есть нам будет еще труднее разработать вакцину. То, что ты видишь перед собой – это вирус ОСП. Первые одну-две недели, пока длится инкубационный период, носитель не заразен. Судя по записям Амхерста, он явно хотел это изменить. Сделать зеленую отраву заразной уже в период созревания, а заодно ускорить инкубационный процесс и распространение. Короче говоря, он более заразный и быстрее воспроизводится. И это плохо. Один порез. Из него потечет кровь. Один порез вас не убьет. Только оставит шрам. Я клянусь. Если резонуть глубже. Мы найдем его. Найдем, найдем. Я клянусь моего. Вы закричите. Но этот крик можно обратить в рык или в жалкое хныканье. Выбор за вами. Вы сами можете сделать из себя жертву, где бы вы ни были. Не надо. В пентхаусе, в тюремной камере, или на воле, на улицах этого города. Жалуйтесь на холод, на крысы. Жалуйтесь на своего вожака. Некоторым нравится быть жертвой. Господи, не надо. Они хотят стянать. Я исполню ваше желание. Хотите быть жертвами? Значит, будете. Значит, будете. Но вот я. Я возьму свое. Что там говорят про этот вирус? Что это конец света? Этот вирус наш учитель. Он поставил уродов в форме на место. Дал нам сигнал к действию. Они все у нас отняли. А теперь пришла наша очередь. Мы заберем их дома, их машины, их семьи, их жизни. Это наш город. И пробил наш час. Пробил наш час. Платят с тобой, веди нас. Точно. Слышно, помоги его убрать. Заходи. Капитан Бенитос даже раздобыл свежий кофе. Да, я просто проходил мимо бывшего Керманс. Наша зона ответственности от Среднего до Нижнего Манхэттена, потому что никто не может сейчас свалить с острова, мы в том числе. Главная проблема – это нехватка личного состава. Сейчас почти все эти районы контролируются преступными элементами. Берут, что хотят, да убивают, кого хотят, потому что некому им помешать. Учитывая размеры территории и число бандитов, эти волки вас растерзают. Капитан, мы сами волки. Это мои люди. Это мой город. И мы его отобьем. Когда город был на грани гибели, в людях проснулось все самое худшее. Городу не помочь. Все сошли с ума. Каждый сам за себя. Выживает сильнейший. Хочешь что-то? Бери! Теперь этот мир наш. Нам никто не помешает. Мы вырвались из тюрьмы Риккерс. И больше никогда не вернемся за решетку. Теперь мы хозяева этих улиц. Эти улицы нужно очистить. Чтобы спасти город, нужно выжечь заразу. Выжечь ее. Доклад. Любой ценой. Признайтесь себе, армия не справилась. Идиоты вцепились друг к другу в глотки, как крысы в канализации. Порядок в этот город можно вернуть только силой. Мы не потерпим сопротивления. Мы сметем тех, кто вздумает мешать. Это не наш путь. Наша задача — спасти то, что осталось. То, что осталось от нашего города. Слушай, я не сентиментален. Но я тебе обязан, так что спасибо. Только я-то знаю, тебе от меня не спасибо нужно. А кое-что другое. Например, чтобы я навел тут порядок. Госстандарт, как я посмотрю. Так я и думал, что планка качества по-прежнему ниже Плинтуса. Нужно качество тебе в частный сектор. Вот что я понял в Басре. Да. На одном честном слове город долго не протянет. Нужен свет, вода и всё остальное. Это до тебя уже поняли. Говорят, когда пошёл расколбас, много ваших пропало. У меня есть теория на этот счёт. Но это ладно. Ты, когда будешь шастать по городу, поспрашивай, что с ними стало. Может, их вирус убил. Может, бандиты. Может, сам город раскрыл свою гнилую пасть и сожрал их. А что запросто. Такое уже было. У меня так жена погибла. Это чудо, что я ещё жив. Говорят, пессимист. Это разочарованный романтик. Да. Что за мудак это придумал? Короче, попробуй что-нибудь разузнать. Я тебе подскажу, где что включить. Только смотри, чтобы этот город и тебя не сожрал. Всем машинам. Возможно, у нас кон 10-13. Нужно найти машину 5-5. Погоди. Это она? Так, я сообщу. Это патрульная 2-4. Мы нашли машину 5-5. В ней никого. Вас понял. На чёрт я! Они сзади! Уходим! Жми, жми! Центральный приём! Это машина 2-4. На нас! Машина 2-4, что там у вас? Центральный. Это машина 2-4. Мы на нас... Машина 2-4. О, Боже! Трозак, трозак, трозак! Машина 2-4. Машина 3-4. Машина 3-4. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Для них это в порядке реши Взять и кинуть нас всех Если им покажется, что так проще Послушай Я тоже не со всеми их решения не согласен Но Я с тому, что пришло время нам их бросить Их мобиль не работает Нужно избавиться от нее, пока она не утащила нас на дно Пока она нас не убила Но это же измена Это здравый смысл А гнились вокруг Тут уже не кого спасать ОТД борется за маншетом, которого больше нет Теперь главное это власть Власть и выживание Эти люди, они обречены Они, но не я и не ты Если ты работаешь со мной Кто к нам пришел? Ого, да это же наш завоеватель Я не думал, что выполнить нашу просьбу вообще реально Но теперь у моих отрядов быстрого реагирования развязаны руки Неплохо для федералов, да? Да не то слово Посмотри Все наши преступные группировки разбежались Кое-кто еще остался, но их теперь там намного меньше И это заметно Жители перестали бояться выходить из домов ОТГ помогла ЦР снова развернуть пункты поддержки населения Люди выстраиваются в очереди за едой и медицинской помощью Наши дела наконец-то пошли в гору Я тут видел парня, у него был ресторанчик в Квинсе Так он уже думает, когда можно будет снова открыться Прикинь, если прищуриться Как будто снова похоже на Нью-Йорк Чудеса Ладно, хватит себя поздравлять Еще остался этот скотский батальон У меня много работы И у тебя тоже агент Действуй Эй Ты просто молодец Бойцы последнего батальона Говорит ваш командир, полковник Чарльз Близ Многие из вас были возмущены, что нас здесь бросили Иными словами, обрекли на гибель Но я взглянул на этот город И понял, что есть шанс Я понял, чем он был И то, чем он может стать, когда придут те, кому не все равно Если найдутся люди, готовые выйти из дома И очистить улицы от бандитов и дегенератов То есть сделать то, что это безвольное правительство и его солдатня боятся сделать А значит, уничтожить всех воров, убийц, лжецов и прочих противников мира Мы не оглянемся Не пойдем на компромисс Пойдем на все, чтобы светлое будущее наступило для всех, кто будет с нами А кто будет против нас Да помилует Господь их души Я закончил Ну что, записал? Второй раз я это повторять не буду Боюсь сглазить, но вроде наметился прорыв Мы расшифровали генный сдвиг в зеленой отраве Плюс я определила, чьи еще гены Амхерс туда затолкал И благодаря образцам, взятым у выживших Я наконец-то выделила антитела против нашего любимого супервируса И наметила поэтапный план по вакцине Так, посмотри-ка Я бы и сама возглавила разработку Но для этого надо ехать в Ан-Арбор, где нормальное оборудование А я, как видишь, застряла тут Ну и ладно Тут и так найдется чем заняться Тем более Черненко и Амхерс до сих пор на свободе И хватит одного достаточно умного психа, чтобы... Обещай, что такого не будет Прошу тебя Доктор Кендал, пройдите в отделение терапии Доктор Кендал Работа не ждет? Эй Второй эпидемии мы не переживем Так что... Внимание! В разведку направляются группы Квотербэк Раптор и Вулган Отчет за запасом КППР-21 Вольной Выдвигайтесь Капнюк, нахерите, понял? Сука, бля Нет, стой Нет, не стреляю Хочу перейти к вам У меня есть информация Отведи его к капитану Посмотрим, что он знает Понял А ну, вставай Вы об этом не пожалеете Эй, эй, ты! Эй, дай сюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вчера... Это было символом власти... Сейчас... Это символ... Разрушения... И все те, кто защищал нас, были побеждены. Но это, это было вчера. Пока мы не решили, что наши дворы станут полями сражений. Этот город, где вчера мы были счастливы, стал местом, где нам приходится выживать. Ведь вчера мы были просто гражданами. А сегодня мы спецагенты. Перед вами вирус оспы. Один из самых опасных патогенов на планете. Столетиями этот вирус отлично справлялся с задачей контроля за популяцией человека. Но времена меняются. И иногда матушке природе требуется помощь в совершенствовании ее творений. Например, можно их подстегнуть. Научить заражать других носителей, даже в инкубационный период. Сделать еще смертоноснее. На самом деле, это не совсем моя разработка. Мой друг Виталий, один из первопроходцев этой области. А идея уже давно летала в воздухе. Цифровой геном. Понимаете, оцифровка ДНК – это возможность моделировать мутации. За то время, что ушло бы на выращивание одного поколения живых патогенов, теперь можно создать тысячу виртуальных. А потом выбрать самые смертоносные и материализовать их. Вот так и делается вирус-убийца. Смешать генетический код различных патогенов и выкрутить на максимум параметры летальность и вирулентность. 90% смертность. Вот чего я хотел добиться. Не уверен, что достиг своей цели, но, если честно, это и не обязательно. Когда большая часть человечества вымрет, у Земли появится шанс. Считается, что технический прогресс убивает планету. Но на самом деле проблема не в прогрессе, а в волчности, которая им движет. Но на пути к 100-долларовым картам геномов и пластиковым игрушкам из 3D-принтеров произошла забавная вещь. Кое-кто понял, что прогресс можно обратить на благо планеты. Это был я. Мой вирус сделает то, что всегда брала на себя природа. Определит, кому жить, а кому умереть. Если природа решит, что я умру, так тому и быть. По крайней мере, в этом я буду не одинок. Естественный отбор в чистом виде, чуточку подкрепленный неестественным вмешательством в геном. По сути, это все информация. Жизнь — просто метод ее обработки. Точно так же, как я обработал геном Оспы на своем ноутбуке. А может, таков и был изначальный замысел? Если вы каким-то чудом переживете зеленую отраву, значит, вы победили. Вы заслуживаете жизни. А остальные — нет. Вот так. Удачи. Увидимся в аду. Субтитры создавал DimaTorzok